Добрый день, дорогие друзья! Рошходы Штов, Шаббат Шалом! Мы продолжаем наше изучение Торы и сегодня мы заканчиваем недельную главу Масей. И книгу по Медвар тоже. Написано в главе Масей, что левиты получают шесть городов-убежища. И еще сорок два города получают они, города левитов. То есть всего левитских городов у нас сорок восемь. Для чего же нужны нам города-убежища? Написано, что человек по ошибке убивает другого человека, которому не враг ни вчера, ни третьего дня. Это случилось. По ошибке. Он не хотел этого делать. И Тора приводит пример. Человек рубил дрова, слетело топорище. И убило его товарища, который рядом с ним работал. И естественно, человек не хотел этого делать. Это убийство, но не умышленное. Если рядом был бы его родственник, кровомститель, и убил бы этого человека, то кровомстителя ничего не было. Не было бы вины крови на кровомстителя. Но Всевышний дает человеку шанс. Он говорит, пусть человек бежит в город-убежище. Города-убежище распределены по стране. Три города на одном стороне Иордана, и три города на другой стороне Иордана, там, где живут. Мы знаем, что у нас еще несколько колен. Человек понял, что произошло, бежит. Прибежал в город-убежище, он защищен. Теперь, если кровомститель забежит в город-убежище и убьет, кровомститель сам будет убийцей, умышленным. Это страшное дело. Значит, человек находится в городе-убежище. Его будут судить, расследовать это дело. Если будет доказано, что он ему не враг, и это была ошибка по воле небес, случилось с ним, он не может говорить, что вообще ничего не делает. Нет, так не бывает. Потому что все-таки он не посмотрел, как закреплена его вообще эта аппаратура, или это молоток, или это топор. Все, чем он работает, как это держится. Соблюдал ли он технику безопасности. И, естественно, какая-то часть вины на нем есть. Суд определить может ему жить в этом городе до смерти первосвященника. Вот так. При условии, что никогда с этого города не выйдет, пока первосвященник страны не умирает. Почему это так, наши мудрецы говорят? Что свершилась справедливость. Если первосвященник, допустим, умер, и он тут может пробыть даже день, несколько дней, и вот случилось так, что первосвященник старый, малыша умер, то он свободен сразу. Если первосвященник молодой будет служить всю свою жизнь, у него срок службы не ограничен, то есть, если человек остается в городе убежище на всю жизнь. Интересно, наши мудрецы говорят, что вместе с человеком этим приезжает его раввин, и даже Ишива, где он учился, жить в этот город убежище, чтобы он от Торы не ушел. Он не в тюрьме, но не может выйти за территорию города. А если он все-таки захочет выйти, то если его насилит кровомститель, то не будет вины на кровомстителе. Теперь ситуация другая. У левитов не только города убежища, но еще есть 42 города левитов, где левиты живут. Распределены эти города по всей стране. Человек может, если ближе город Левицкий или город убежища, он забегает в этот город, и он должен бежать в суд. Потому что если в городе, в Левицком городе его насилит кровомститель, он еще не защищен. Но если он пришел в суд и зарегистрировался, и сказал, что я убил человека по ошибке, то с этого момента его кровомститель не может трогать. И он будет жить в городе убежища, будет суд над ним. И если действительно окажется, что он убил человека по ошибке, то будет жить в этом городе, как мы уже говорили. Что касается, допустим, ситуации, что он умышленно убил, то по всей строгости закона никакой город убежища ему не помогает. Его казнят за умышленное убийство. Если он задумал и это сделал, то никаких шансов спастись в данном случае нет, если суд определит, что он умышленный убийца. Наши мудрецы говорят, если человек поссорился с другим человеком, и они не помирились в течение трех дней, то в случае такого несчастья суд имеет право подозревать этого человека в умышленном убийстве. Поэтому мы должны, если у нас случилось, что мы с кем-то поссорились, надо мириться. Надо мириться, чтобы ни в коем случае против себя никаких обвинителей не создавать. Этим занимался Грон. Мы с вами знаем, что он был миротворцем. Он мирил между одним человеком и другим, и его за это любили, любил весь народ. Потому что это его была задача. Он себя не жалел, он готов был ради нас на все. Даже когда мы сделали золотого тельца, хотим мы сделать, он понимает, что если что-то не так, вообще весь народ погибнет. И он решил взять это на себя вину. Он решил сам сделать этого тельца, если что, так сам погибает, а народ спасет. То есть у него не было выхода, но он готов был себя отдать. Потому что в каком-то случае Всевышний мог его спасти, народ не пожалеть. Но он сделал все, чтобы на себя взять вину. И делал сам тельца, и пытался тянуть время, чтобы Маше спустился, чтобы это все закончилось. Мы это с вами уже не раз обсуждали. Мы проходили, это читали. Теперь дальше. Интересно, что заканчивается книга Бамидвар очень важным вопросом. Дочерями Славхада. Славхад, сын Хефера, сын Гелиада, сын Махира, сын Меношаи, он сын Йосифа. Он умирает. Сыновей нет. Есть у него четыре дочери. Даже пять дочерей. Зовут их Махлана, Ахагла, Милька и Терца. Дочери обеспокоены. Они понимают, что Всевышний дарит земли всем коленом. По справедливости, по жребию, как мы знаем. И теперь получится, что раз нет сына, некому наследовать землю. Если девочки выходят замуж, то мужу будет пролежать эта земля. И тогда, возможно, будет отделена от колена предков. И для них это очень большая проблема. Уже проходит много лет, уже им около сорока лет, на раз старше. И они обращаются. Обращаются к Маше. Маше не знает ответа, что ему сказать им. Не знает ответ, потому что это глобальная вещь. Он понимает, но он должен спросить Всевышнего. И Всевышний говорит, да, правильно. Сыны Йосифа, к которым обратились дочери Славхада, они правильно рассуждают. Если человек умирает, и у него нет сына, то тогда удел его достается его дочерям. И они могут выходить замуж, но только за представителей своего колена, чтобы земля не переходила от колена к колену. Этих праведницы четыре, или пятих, пятеро дочерей написано и стали махла терца на Милка и Хогла женами сыновей дядей своих. Вышли замуж за представителей колена Минаше. Вот так. Из этого мы, конечно, узнаем, что были у Славхада братья, у которых родились ихние двоюродные братья, вот они за них вышли замуж. Раша говорит, почему сначала написано махла на Ахогла Милька и Терца, а здесь написано махла терца на Амилька и Хогла. Что-то же в этом есть? Он говорит, в том первом случае они перечислены по мудрости. кто мудреет. И чтобы показать, что они все равны. Он хочет показать, что они все праведницы, все равны. Так он понимает это место. И здесь уже не на А на втором месте, а Терца на втором месте стоит. То есть показать, что они праведницы и они все перед Всевышним равны. Вот так. И на этом книга Бэмидбар естественная глава Масей заканчивается. Всем всего самого на лучшего. Рошхот Бат-Юсим, Мира Бат-Аврагам, Роза Бат-Михаэль, Самуил Бен-Герш, Памяти Ури Бен-Халитон, Мендель Бен-Мендель, Надежда Бат-Юсим, Здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Эцхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Бат-Соня Сураль, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-Софья, Двойра Бат-Мирья, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен-Берта, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Элена, Леор Бен-Клара, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирина Бат-Ури, Арон Арон Бен-Нури, За хороший дух Арон Ария Бен-Двойра, Денис Бен-Нахум, Абигаль Бат-Сар, Парнаса Ибриют Владимир Бен-Рая, Марина Апатрая, Борис Бен-Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем всего самого на лучшего, еще раз, Шаббат Шалом, до следующих встреч, надеюсь, эта встреча состоится у нас в Йом Решон 15.30 До встречи.